Всем привет, это Далер Аметист, меня зовут Махмудов Далер Ульфатович, имя данное мне при рождении. Занимаюсь музыкой уже около 19 лет, с начала 2000-х годов. Являлся солистом нашумевшей группы Сахро, которая была создана в 2011 году. Многие меня знают по этой группе, многие меня знают и помнят как Доллар Ди, кто-то меня знает сейчас как Далер Аметиста. В общем, суть того, что я сейчас решил записать это видео, является в том, что много мне приходят сообщения на почту, в соцсетях, в дайректе, в инстаграме, от моих слушателей, от просто мимо проходящих людей, от моих подписчиков. Задают такие подобные вопросы, повторяющиеся. Мол, брат, как нам добиться того, что имеешь ты сейчас на данный момент? Я тоже, мол, люблю музыку, я хочу заниматься музыкой, мне нравится это дело. Я хочу снимать клипы, я хочу записывать треки, но при этом у меня нет возможности. Вот такие подобные сообщения я получаю почти каждый день. На что я устал отвечать одно и то же, поэтому вот этим вот видео я хочу вам показать, что если есть у человека желание, большое желание, если он действительно любит то, чем он хочет заниматься, то не всегда нужны деньги для этого. Для этого самое главное, в первую очередь, нужна твоя голова и твоя любовь к этому делу, тем, что ты хочешь начать заниматься. До того, как я стал известным, да, в принципе, и по сей день, я почти не трачусь на запись треков. Да, сейчас у меня есть возможность записывать свои песни, у меня есть студия совместно с моими друзьями. Также и по видео у меня везде есть завязки, везде есть знакомые, друзья, которые просто за, будьте любезны, за взаимный пиар какой-то, либо там по мелочи мне сделают хорошие скидки, я имею в виду, и по мелочи снимут мне клип, то есть на это у меня не уходят большие деньги и затраты. Но как я добился всего этого, то, что я имею на данный момент сейчас? Мне тоже было трудно, я не из какой-то там богатой семьи, я не мажор. Все, что я имею на данный момент, это труд. Я добился, то есть все это своим трудом, как говорится, потом, кровью и трудом. Что я делал? Мне приходилось, конечно, работать, много работать. Я работал сутками. Раньше, я помню, я работал в прокате кассет, видеокассеты на тот момент было, это начало, как я вам сказал, нулевых. Я работал в прокате кассет, а вечером бежал на смену на завод и работал на заводе, который производит напитки. И все остальное, запись трека, допустим. Мы построили студию совместно со своими друзьями, где-то подкопили, взяли подвал, допустим, обустроили его. И вот так вот своими силами, своими, как сказать, связями и возможностями, своими вот этими вот руками мы построили студию и мы записывались в этой студии. Второе, допустим, по клипу, также находили, общались, у кого-то камеру найдем, допустим, у кого-то что-то еще, какой-то инвентарь для съемок в наш клип. И вот так вот все своими силами мы делали. Вот, допустим, пример вам трек «Разлука» и клип, который был снят 2010 на 2011 год. Съемки проходили зимой. После которого мы, кстати, и подписали контракт с Пантерой студией и образовалась группа «Сахро». Именно после этого трека, именно после этого клипа, когда руководству Пантера студии попал этот материал, они вызвали нас и предложили нам контракт. Как я и сказал, возьмем пример это видео. В этом видео, опять-таки, мы все сделали своими руками. Если вы посмотрите, там на заднем фоне есть газеты, которые я взял с работы у матери. На тот момент она работала в библиотеке в колледже. Вот, списанные старые газеты. Где-то у матери с работы, где-то дома, где-то так у друзей попросил. И вот мы стояли с другом, обклеивали стены, все стены в газету. И таким образом мы проявили свой креатив, записали песню на такой же, как сказать, любительской студии. И сняли клип. Тоже можно сказать, не можно сказать, это любительский клип. Но, тем не менее, на тот момент, именно в те годы, это считался крутой клип, это считалось крутое видео, это считалась крутая песня. Да, сейчас многие могут посмотреть и сказать, что за бред, что за херня. Сейчас многие даже и не будут смотреть такое. Но на тот момент, как я и сказал, это было круто. И благодаря именно этому видео подписали контракт с нашумевшим на тот момент и с крутым на тот момент лейблом Пантера Студия. Все, кто живут в Узбекистане, все знают, что это был за лейбл. И сейчас мне пришла такая идея, я связался со своим другом в Самарканде. Я сейчас, кстати, нахожусь в Самарканде, я не сказал вам это. Вот откуда все это и начиналось, вся моя карьера начиналась именно с этого города. Я приехал в Самарканд на праздники к своим родным. И у меня родилась такая идея, показать вам то, что можно на самом деле все снять без каких-либо затрат, имея для этого язык, то есть договариваться, как можно общаться с людьми, желание и голову. Для этого я связался со своим другом, который живет в Самарканде. Он здесь является одним из топовых блогеров, Шохрух Аманов. Многие его знают как Бородач, ведет рубрику Бородач. Я ему предложил эту идею, у меня родилась она ночью, я ему предложил эту идею, и он согласился, ему тоже это понравилось. Он вдохновился. Как я вам и сказал, рождается идея, выносив до конца эту идею, ты можешь предложить своим окружающим, своим друзьям, и если ты зацепишь свои идеи своих близких, то тебе обязательно в этом помогут. Я ему все объяснил, я ему все рассказал, то, что хочу вот смотивировать этим роликом людей, показать им то, что на самом деле желание может многое, на что он согласился и решил мне помочь. Я сейчас вам на пару со своим другом покажу, как можно снять видеоклип совершенно бесплатно, при нулевом бюджете, не вкладывая ни копейки. Я не вложу ни копейки из своего кармана в этот клип, и вы увидите, что в конце у нас получится. Это видео, как я и сказал, мотивация не только для тех, кто бы хотел заниматься музыкой, в принципе. Это, я думаю, вдохновит многих людей, если он просто сопоставит этот ролик со своей идеей, допустим, со своим делом, он может понять, что действительно не всегда все решают деньги. И, как я и сказал, опять-таки повторюсь, ранее, если есть желание... Так, вот я сейчас вижу Далера. Далера Аметис. Вот сразу посмотрите. Салам алейкум, бро, как дела? Все хорошо. Вот он, Далерка. Всем привет, ребята. Как и обращался к вам ранее, это тот самый Шох Амонов. Что? Мой друг и товарищ, который живет в городе Самарканд и занимается вайнами и ведет свой блог. А теперь самое интересное. Так, Шох, я тебе, в принципе, вчера все написал вечером, разложил суть своей идеи, тебе все понравилось, ты стал единомышленником моим в этом деле. Теперь нам нужно показать людям, как всего этого добиться. При нулевом бюджете. Ребят, смотрите, Далер мне сказал, это вообще мне понравилось. Почему? Потому что это, я думаю, то, что в Узбекистане этого не делали. Я люблю эту страну. Ну и, конечно же, что нам нужно будет? Будем искать тебя, ребят? Мне нужно, то есть, первое, я специально запустил себя для этого видео. Мне нужно привести мой внешний вид в порядок. Одеть. Два. Так, нужно будет нам оборудование для съемок. Там свет и так далее. Третья, десятая. Три. Четвертая. Так, оператор нужен. Так как Шох Омонов никогда не снимал клип. Это первая его работа будет. Умеете, могете просто. Я буду режиссером. В этой сфере он будет режиссером, но для этого нужен оператор. Я, если честно, даже не знаю, куда меня привел Шох. Это, братан, отстало чисто. Это премиум, центр красоты. Ну, пошли. Попробуй. Ничего никто не знает, хочу сразу сказать. Для всех это будет... Че здесь? Вот сюда? Нет, туда. Вот прямо? Налево просто сказал. А, вот сюда. Заходи. Сразу затоню клиента. Заходи, ничего, ничего. Ссаму алейкум. Борода. Как дела, ребята? Ссаму алейкум. Вовсе не ожидали. Да? Не ожидали? Вот это поворот. Я не буду на таджийском говорить, чтобы Шоху там много перевода не было. Не буду усложнять ситуацию. Мы приехали сюда снимать клип. Сын, поздоровался? Я поздоровался. Меня зовут Далей. Я его знаю. Как зовут? Курбон. Курбон. Вот. Шох его посоветовал. Говорит, один из крутых барберов в Самарканде. Я приехал сюда снимать клип. Бюджет ноль. Ни за что не будем платить. Сука. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. От камеры, света, оборудования, одежды. Даже полностью упадем. Сейчас куда-нибудь оденемся. Все бесплатно нам будут давать. Благодаря рекламе. Ты должен меня привести, мой внешний вид в порядок. Постричь, подровнять. В конце этого видео, в конце этого клипа мы всех благодарим, кто участвует в этой съемке. Кто помогает нам. Отдельно полностью будет стоять ваше видео. Ну и т.д. и т.п. Мы там полностью прорекламируем вас как надо. Но за это нужно будет помочь нам. Чисто по-братски. Видели, какой самаркандский народ? Многие из вас могут сказать, что вот он знаменитый. Ему там могут за рекламу, конечно, бесплатно постричь его и так далее. Мы гуляем по самарканду в поисках не приключений, а в поисках нашего дела. Сейчас кратко расскажу, что мы сделали. Я сейчас расплату. Мы ищем там, где можно будет мне одеться. Зашли в магазин другу. А оказывается, они закрыли уже свой магазин. Сейчас идем в другой магазин. Попросим у них вещи на клип за рекламу. За рекламу. Многие из вас могут сказать, что он имеет свое имя. За рекламу, конечно же, многие ему дадут свои вещи. А как делать тем, у кого нет еще своего имени? Ведь ты показываешь это видео для тех, кто только начинает, у кого нет возможности. Как такое возможно? Поэтому вы можете попросить у своих друзей, как я когда-то в свое время, когда я тоже начинал, как вы. Я вам покажу, как это сделать. Шох, ты мне дашь погонять какие-нибудь шмотки? Все. Вопрос исчерпан. У меня есть шмотки на клип. Я выберу у него какие-нибудь шмотки, которые мне по кайфу. Машина нужна. Машина тоже нужна. Тоже поспрашиваем у друзей. Либо у друзей поспрашиваем, какую-нибудь возьмем отечественную машинку нашего производства. Либо обратимся к тем, кто сдает машины в аренду. Я ваш магазин буду рекламировать. Почему вы говорите, что вы не долерамисты? Я долерамисты? И кто сказал, что я не долерамисты? Это он сказал. Вы отрицаете? Я не отрицал. Я хоть раз сказал, нет. Впрочем, ничего нового. Вы свободны? Я не в плане того, что там у вас есть парень или нет. Я сам женатый. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Пока вот, покажи магазин, какой у них. Крутой. Где бесплатная вещь? Каждая вторая вещь бесплатна. Возьми две вещи. И получи вторую бесплатно. Круто. Можно, да, к вам обратиться? В общем, ну вы узнали, да, меня? Вот я приехал в Самарканд. Я здесь не живу. Редко приезжаю в этот город. Мы с Шохом решили снять новый мой видеоклип на новую песню. Прикол в том, что с бюджетом ноль. Мы вообще ни за что не платим. Ни за оборудование, ни за парикмахера, который приведет меня в мой внешний вид. Я даже вещи с собой не взял. Нам нужно в аренду вещи. За рекламу. Дадите? На два часа. На пару часов, да. Если нет, нет. Шорт, и все. У нас есть просто два варианта, значит, он может взять либо у друга, он может... Это мы снимаем мотивационное видео, показать тем людям, то, что на самом деле можно... Вот мне часто пишут, жалуются, что как можно так, вот, как вы, там, записываться, у меня нет денег и так далее. Мы хотим показать, что на самом деле... Все. На пару часов, да. Все. Решено. Не, в смысле, ну я же сказал ранее, то, что... Ну, тут не играет роль. Да. То есть, по-любому... Это как человечность, знаете, вот. Мы как человечность, вот, он объясняет, то, что у него нет спасенов. Да, нет денег и так далее, вот, мне помогут. Но, опять-таки, те, кто будет говорить, вот, там, все равно узнали и так далее, там... Я также сказал, что вот я у своих друзей могу попросить вещи, и мне выдадут вещи, в принципе. Все, вопрос исчерпан. Вот мы находимся в магазине... Авва, правильно я произнес? Да, это турецкий магазин, филиал есть в городе Ташкент и в городе Самарканд. Опять-таки, меня здесь узнали. Как вас зовут? Зарина. Зарина меня узнала, вот, и согласилась любезно помочь нам в нашем деле. Вот. Мы делаем им рекламу, они дают нам вещи в аренду. Показывайте, что у вас есть. Так. Песня у нас такая, более танцевальная, там будет современный стиль, там, а-ля R&B и такое. Ну, как обычно у вас стиль в джинсах всегда. Ну. Можем какие-нибудь джинсы тогда подозраться? Ну, они не слишком широкие будут, наверное. Вот я думаю, может, вот что-то вроде такое, урбан стиля, такое современное, молодежное. Я думаю, я, наверное, все-таки возьму у друзей, а у вас более все равно магазин классический. Я, наверное, что-нибудь из классики, наверное, давайте подберем мне классическое что-нибудь. Где-нибудь понадобится. Мы сейчас выберем, оставим. У нас осталось, братан, героинь, снять. У меня есть пару вариантов. Вот, смотри. Вот он пойдет. Чего, блин? То есть она пойдет? Вот он пойдет, брат. Нет, 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 нет. Я знаешь, я еще вчера думал, я, может быть, я хочу в этот клип с женой попросить, чтобы она нам помогла. Тоже идея, братан. Не отходя от кассы, сразу. Плюс и ей, думаю, приятно будет, и многим моим слушателям. Мне много часто уже пишут, типа, мол, почему ты жену не используешь? В качестве актрисы, да, в своих съемках. Вот я вчера лежал, думал, может, вместо каких-то чужих героинь жену попросить. И, в принципе, вы также можете, когда начнете снимать клип, то есть также по знакомым, как я раньше, звоните, ищите, спрашиваете героинь. Допустим, вот я бы сейчас мог бы выставить в сториз и попросить кого-нибудь помочь нам в этом нашем деле. Вот. Спрашиваете там по друзьям, по знакомым, по подругам. Кто-нибудь, если хочет участвовать в клипе, то почему бы и нет? Каждый готов, я думаю, помочь друг другу. Смотря как вы обращаетесь к этому человеку. Как вы сами преподносите себя. Вот. В данном случае я решил не использовать чужих. Актрис. Актрис, девушек и так далее. Я попрошу свою супругу. И она будет участвовать в моем клипе. Галочка есть, готова. Вот шох меня знакомит тут. Зафар Ака. Я, если честно, тоже первый раз вижу этого человека и знакомлюсь с ним. Оказывается, Зафар Ака в Самарканде один из популярных, а даже в Узбекистане один из популярных бойцов. Какой вид спорта у вас был? ММА. ММА. Йоу, what's up? Короче, Ака. Тоджики. Момбо, манк лип снимать макунам, Момбо, мошинь даркор. Моши. Моши насми, мошинь нотомасми шмомба. Чихили моши нас. Чихили даркор. Любой. Наши или его? Уоуу. Короче, мы выбираем макунэйм. Сони. Короче, суть в том, что мы бепуль. Бепуль вайклип полностью бепуль вайкайсе. Мала кажется за рекламу шмомом, шмомом, чмо-мому. Мошина там предоставляет макунэйм, мы шмомба рекламу к нейм. Бадас. Дальше смотрите, пишите со мной, как и Рахман. Варап, варап, с вами Далер Аметист. Мы приехали к другу, его зовут Джасур. У него тут строится студия своя, именно для съемок, для видеосъемок, для клипов и так далее. Она у него еще, если честно, не готова до конца, да, в разработке. Нет, я еще не видел, я просто слышал, он мне в тот раз говорили, мы с ним в баре общались как-то. Вот, посмотрим, там Шоха говорит, у него какое-то уже место готово, да, ты сказал? Одно из мест готово, мы сейчас посмотрим, если подойдет его место для кадров в мой клип, то мы обратимся к нему за помощью. Я думаю, он тоже по-дружески не откажет нам и поможет в нашем деле. Ну, сразу чувствуется, что реально у него тут ремонт, как вы видите. Даже запах, запах, запах краски. Эй, салам алейкум. Джасур, иди сюда, мы тебя врасплох застанем. Это подстава, подстава, брат. Это подстава, идем, брат, иди сюда, идем ко мне. Идем, 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 это подстава. Ох, запах краски, мечта токсикоманов. Вот, привезли тебе работников. Салам алейкум, брат. Все хорошо? Что, грязно, сам работаешь? Короче, брат, ты сейчас в кадре. Прямой эфир идет причем. Вот. Это Джасур, тот самый друг, о котором я вам говорил. Суть того, что я пришел сюда, ты мне рассказывал, то, что вот у тебя вот, ты строишь студию и так далее, что когда будет готово, мы можем прийти здесь с тобой клип замутить и так далее, да? Короче, мы с Шохом, у нас такая идея появилась, показать людям, что на самом деле, если у тебя есть желание, то можно снять клип без денег. Благодаря имени своих друзей, то есть поддержку близких и так далее. Вот нам для клипа, если что, нужно какое-нибудь твое place, твое место, которое какое-нибудь, если у тебя уже готово, то ты можешь ли нам предоставить совершенно бесплатно, чисто подружески, место, где мы могли бы там снять трековый момент в клип? Сейчас прям? Не, не прям сейчас. Вообще, вот мы в ближайшие дни уже собираемся снимать. Ну, да? Вот видите, ребят. Вот к нам идет человек, который мне нужен, которого мы ждали долго. Сейчас он подходит. Да. Далер, Далер. Очень приятно. Короче, Далерчик, мы клип начинаем снимать. Какой клип? Ну, вообще просто клип хотим снять, нужна вот твоя помощь. Он как оператор будет у нас выходить. Он как будет... Оператор, нужна вот твоя помощь, поможешь нам. Да, да. Вот, все, братану. Тут много разговоров не нужно, все, решили, брат. Мы в разные стороны, с разными планами, ласточки-вороны, парами-парами. В разные стороны, с разными планами, ласточки-вороны, парами-парами. Парами-парами-парами-парами-парами. Разными ритмами, цифрами-милями, в разные стороны, криками-стонами. Топаем не спеша, бежим обутами, но мы до финиша, добежим босиком. Мы добиваем сейчас мой образ. Пришли в следующий магазин, в следующий бутик. Также через знакомых. Вот, Шоха меня познакомил, тут сайт Зака. Как магазин у вас называется? Change. Изменить. Да, 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 тот самый Тупак Шакур. Вот, и Азизака любезно предоставляет нам одежды для съемок нашего клипа. Так что ждите, ждите, ребята, ждите. Так, друзья, мы готовы. Взяли мне еще один образ. Этот образ вы опять-таки увидите в клипе. Кстати, в Самарканде этого образа нету гангстеров. У Азиза есть. У Азиза есть этот образ, да, сицилийская мафия. В Актикутске даже там не было, не знаю, знаешь. Серьезно? Я сказал, у Азиза это сто раз не ездит, я знаю. Так что зашли, не глядя, и нашли сразу же. Есть что выбрать, ребята. Сзади, конечно, они только еще заехали. Да, вы не обращаете внимания. Вот видно то, что они только вот заехали. Заполняют. Так что бутики в Самарканде развиваются. Эй, бэй, делай как я. Проникаешь в мои пены, словно как я. Бэй, эй, двигай под бит. Стрелы Амура, и я под бит. Не пока любим, но пока любим. Наблюдаю с уст твоих водопада дым. Девочка неслим, моя девочка экстрим. Ты так рациозным, бэйба, будто бы ты рим. Кругом голова, кругом леды, у. Кругом весна и аккорды, у. Сонные глаза и бессонные ночи. Давай, кричи со мной из-за всей мочи. Из-за всей мочи. Из-за всей мочи. Давай, кричи со мной из-за всей мочи. Из-за всей мочи. Миллиметр до тебя. Давай, коснусь тебя снова, снова. Губами мы лово, лово, лово. И нам с тобой клёво. Миллиметр до тебя. Давай, коснусь тебя снова, снова. Губами мы лово, лово, лово. И нам с тобой клёво. Ты, как обычно, всех лучше, круче Вся на моде в Луи или Гуччи Тебе дарят розы кучи, кучи Разгоняешь мои грозы тучи Наши сантиметры в миллимиллиметры Я стяну с тебя твои геттер-геттер Ты ко мне так близко, что ж в зоне риска Мой бон аппетит, ты моя ириска Кругом голова, кругом лёд и у Кругом весна и аккорды у Сонные глаза и бессонные ночи Давай кричи со мной из-за всей мочи Из-за всей мочи Из-за всей мочи Давай кричи со мной из-за всей мочи Из-за всей мочи Миллиметр до тебя, давай Коснусь тебя снова, снова Губами low, low, low И нам с тобой клёво Миллиметр до тебя, давай Коснусь тебя снова, снова Губами low, low, low И нам с тобой клёво Миллиметр до тебя, коснусь тебя снова, снова Губами low, low, low И нам с тобой клёво Миллиметр до тебя, коснусь тебя снова, снова Губами low, 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 low И нам с тобой клёво Миллиметр до тебя, давай Коснусь тебя снова, снова Губами low, low, low И нам с тобой клёво Миллиметр до тебя, давай Коснусь тебя снова, снова Губами low, low, low И нам с тобой клёво Ха Слушай, а вот эти машины чё выгодят так? Слушай, договорились? Да, уже сроют сюда Тойота Ой, я забыл даже про них Сейчас Я просто звоню, сейчас я отвечу Алло Есть идея одна, зови, зови И под конец засыпет песком Летит душа вон вверх в небеса Из праха всё в прах Главное так, чтоб было всё так Прости меня Бог за тебе без молитв За каждый мой грех И вот он итог, упал на колени Я удару те, что вели к ватам твоим И как особо не сидит самолетний брат Можно по пути, ребят, закинуть Раскидайте, раскидайте Надо попасть сюда Да, подпишите Пошли 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 Мы в разные стороны С разными планами Ласточки-вороны Парами-парами В разные стороны Всё, ребята, отправлялись А сами что будем делать теперь? Вот на этой поезде, брат Мы народ простой А мы там это Ласточки-вороны Парами-парами Парами-парами-парами 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 Продолжение следует...